Приветствую вас, Татьяна. Я думаю, что вы совершаете ту же самую ошибку, что и раньше, ставить человеку какие-то диагнозы. Вот, ставить человеку диагнозы, вы, в общем-то, живете его жизнью. Вы демонстрируете таким образом, что его жизнь и возможность поставить ему диагноз для вас важнее, чем жить своей жизнью и интересоваться ею, развиваться самостоятельно и так далее. То, что вы описываете, может являться газлайтингом, а может и нет, но совершенно точно и совершенно очевидно, то, чем это является, на мой взгляд, созависимость. То, что вы описываете, это очень сильно напоминает созависимые отношения. И вот у вас, как мне кажется, именно созависимые отношения и присутствуют. То есть вы, в какой-то степени, зависимы от этого человека. Собственно говоря, на это указывает наличие у вас чувства вины по отношению к нему. Что такое чувство вины? Чувство вины – это реакция на нарушение личной границы. То есть, когда нарушилась ваша личная граница, вы чувствуете вину. И вам важно научиться эти самые личные границы чувствовать. Что такое личные границы? Спросите вы. Личные границы – это ваши реакции на те или иные события, на те или иные действия со стороны человека, но не только этого человека, а любого человека в вашей жизни, которых вы, скорее всего, тоже не замечаете. Это довольно важный, как мне кажется, момент, потому что если вы невнимательны, например, к себе, если вы невнимательны к тому, допустим, что вы чувствуете, если вы невнимательны к тому, что, например, с вами происходит, то, конечно, довольно легко будет ваши личные границы нарушить. Поэтому здесь работа с чувством вины – это замечание своих реакций и выражение их. Ну и, соответственно, таким образом, взятие на себя личной ответственности за свои действия и признание ответственности другого человека. Сейчас, мне кажется, у вас есть некоторые сомнения относительно того, где вот ваши границы, где вы, где другой человек. Где ваша ответственность, а где ответственность другого человека. Нужно понимать, Татьяна, что, вы пишите, многие годы у вас было это трудное общение. И нужно понимать, что за эти многие годы вы, скорее всего, привыкли к человеку. Вы, скорее всего, привыкли так жить. И жить по-другому, несмотря на то, что вам хочется жить по-другому, жить по-другому вы вполне себе можете бояться. Это нужно понимать. Поэтому здесь есть еще элемент, к сожалению или к счастью, на мой взгляд, к сожалению, вторичная выгода. Но есть не хорошая новость, что если вы находитесь в зависимых отношениях для вторичной, допустим, выгоды. Это значит, вы эту выгоду свою все-таки чувствуете. А значит, опираясь на нее, на свои интересы, только, может быть, научившись другими способами эти интересы реализовывать, вы получите для себя возможность из отношений такого рода выйти. Естественно, не сразу. Работа с созависимостью не бывает быстро-быстро. Поэтому, если вы действительно хотите перестать быть созависимым, то вам нужна психотерапия. И психотерапия ни одного, ни двух, ни трех раз. Если особо реально. Вот. Вы пишите, как проработать такое, чтобы не возвращаться к прошлому. Я вам отвечаю. Психотерапия. Как мне забыть и не чувствовать вины перед ним? Ну, забыть никак. Я не думаю, что нужно что-то забывать, потому что это опыт. А вот, естественно, в вине необходимо работать. Уже неоднократно прерывало общение. Не понимаю, почему перейдите, возвращаюсь к этому. Вам чего-то хочется. Вы пишите, хочется помочь и сохранить дружбу. Ну, я думаю, что у вас есть желание спасать. Желание спасать, это в какой-то степени и есть взятие ответственности за другого человека на себя. Довольно коварная история, потому что спасительство никогда не доводит до добра. Но я уверен, что у вас есть такая установка, что помогать людям нужно. И вы правы, помогать людям действительно нужно. Но мне кажется, вопрос заключается больше в том, как именно помогать людям. То есть, помогать людям в принципе можно по-разному. Вот. Можно помогать людям в ущерб себе. Можно помогать людям так, чтобы вам было хорошо. Можно помогать людям. Так что вы все будете чувствовать, что вы расширяетесь, что вы развиваетесь, что вы становитесь больше, что вы становитесь сильнее, полнее и так далее. Все это в принципе вполне себе реально. Но для этого нужно, на мой взгляд, быть как минимум внимательнее к себе и к тому, что вам важно. Вы не сможете помочь другим людям, если будете жертвовать собой. А жертвование собой начинается тогда, когда мы нарушаем свои границы. А нарушать свои границы мы в свою очередь начинаем тогда, когда начинаем себя ломать. Вот когда вы себя ломаете, когда вы себя насилуете, когда вы делаете что-то через силу, вот это и самый легкий способ и путь нащупать момент, когда вы личные границы свои нарушаете. Другой вопрос, можете ли вы признаться себе в том, что личные границы ваши были нарушены? Можете ли вы признаться в том, что чего-то не хотите? Можете ли вы признаться в том, что вы не совсем такая, какой вы хотите быть? Можете ли вы признаться в том, что вы немножко другая? Тяжелее всего признать, что тот образ, который мы себе сами рисуем, не соответствует нам настоящему. Вот вы говорите о сохранении дружбы. Сохранение дружбы для вас почему-то очень важно. Очень важно. Но если вы обратите внимание, вы увидите, что дружбу вы сохраняете по своему желанию. То есть вам хочется дружбу сохранить. Вам это нужен другой человек. Дружбу сохранить не особо-то и не особо в этом заинтересовало. Нет, он конечно, он конечно хочет этого, может быть, как он говорит. Но, как бы, идея исключается, моя по крайней мере, в том, что хотеть сохранять дружбу, да, хотеть сохранять дружбу. И, на самом деле, дружить это разные вещи. Поэтому, совершенно очевидно, на мой взгляд, по крайней мере, что вы, как бы, воспринимаете вашу дружбу как что-то более важное, чем это воспринимает. Ну, как бы, ваш друг такой вот. Знаете, а вы ради сохранения дружбы идете на, собственно говоря, жертву. Ну вот, поэтому нужно предмет, что здесь вы решаете проблему не только сохранения дружбы, но и, скорее всего, желание быть в определенной степени. Хорошее желание в определенной степени показать себя только с лучшей стороны. Как только человек это понимает, он понимает, что может вам таким образом манипулировать. И делает это не потому, что он плохой, а потому, что вы сами отдаете ему власть над собой, к сожалению. Почему вы отдаете власть над собой, вопрос хороший. Как правило, это связано с тем, что человек не достаточно раскрывает свой жизненный потенциал. Как правило, это связано с тем, что человеку не очень интересна его жизнь. Как правило, это связано с тем, что, грубо говоря, мне интереснее жить чьей-то жизнь и спасать кого-то, чем жить своей жизнью. Мотивы у всех могут быть, в принципе, разные. Да, мотивы. Могут быть разные. Кто-то это делает из страха остаться один, кто-то это делает, потому что такая установка была, что я должен это делать. Кто-то это делает еще по какой-то причине. На мой взгляд, не так важно, почему человек это делает. Как важно, то готов ли он это менять. Готов ли он менять. Готов ли он расширять восприятие своей жизни и восприятие себя. Вот. Поэтому я бы двигался в этом направлении. По крайней мере, с моей точки зрения, это выглядит вот таким образом. Понятно, что у вас может быть свое мнение. Вы имеете на него полное право. На свое мнение. Вот. Дальше. Давайте сейчас разберем еще ваш вопрос. Значит, мой петлевый ум долгое время петлась с вами как-то мое знание. Но вот идея в том, что у вас петлевый ум. Я говорю, что вы больше полагаетесь на него. Я же говорю про чувства. Про ваше сердце. Во время общения я терял себя с реальностью. Начинал заниматься своей адекватностью. Человек толком, плохой, не делает ничего. Только отличает факту, что это бывает обвинять в особенности и живых эмоциях, и в благих намерениях. Я не очень понял значение этой фразы, но думаю, что в какой-то степени он выступает вашим отвергалованием. Как вы полагаетесь излишне на свой ум, так и он обвиняет вас, если я правильно понял, в живых эмоциях и особенностях. Вот только, к сожалению, если бы у вас была действительно осознанность и живых эмоций, вы бы в такую ситуацию не попали. Когда я пытался объяснить, что именно меня волнует, а как это решить? Пишите вы. Ну а объяснять, что вас волнует и как решить, как ни странно, не про осознанность. И уж точно не про живые эмоции. Выражается это иначе. Могла общаться с ним только восстановить через какое-то время. Пытаясь прийти на дружескую волну, но человек совсем не видит краев, а вы тоже, мне кажется, не видите краев. Подскажите, как можно про набыть? Сказал, человек своей вины не видит ни в чем. Опять же, осознанность и живые эмоции не предполагают свою любовину. Полагают ответственность. То есть вы сейчас показываете такую потребность в том, чтобы человек признал свою вину, да? Говорит о том, что осознанность у вас все-таки не развита в полной мере. Постоянно строить себя жертву и от лица. Да, это классический трогольный Карпина. Как не забыть и не чувствовать ни вины перед ним. Сказал, уже неоднократно прерывал общение, но не понимаю, почему периодически возвращаюсь к этому. Я думаю, это связано в том числе и с тем, что вообще-то такого важного в вашей жизни не особо много. Кого-то хочется помочь сохранить другим. Да, потому что зла у вас родовалась. Вот. Если не он. Если не дружба с ним. Пацанов, что еще? Вот куда еще вы можете направить энергию? Что еще вам интересно? Что еще вам важно? Вы, конечно, назовете какие-то вещи, я уверен, но спросите себя. Эти вещи не становятся менее важными, когда вы сталкиваетесь с своим другом, скажем так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. И желаю вам всего самого доброго. Спасибо.